Давайте, как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Фролович Виктор Иванович. Как для вас началась война? Я родился в 1925 году, 29 июня 2025 года. Я сегодня отмечаю двойной праздник. День рождения и день партизан. Медведев подогнал свой указ под мой день рождения. Я горжусь этим делом. Я горжусь еще тем, что за время партизан в 1942-1944 год 150 стрелковой идритской дивизии я прокладывал путь своими партизанами, которая дивизия дошла до Германии, до Берлина, и знамя победы водрузило до Дрейстага. У меня во время войны погиб отец партизанов. У меня погиб старший мой брат. То есть я вот в день памяти и скорби ходил, как говорится, на братскую могилу и возложил цветы тем, которые погибли. И возложил цветы те, которые после войны до сих пор не выжили. Тоже я их помянул, как говорится. А сегодня я вспоминаю всех тех партизан, которые двигаются, танцуют, веселятся и торжествуют. Вот так он должен. В каких сражениях вам довелось участвовать? В каких сражениях вам довелось участвовать? Меня пришлось сложаться в больших операциях, которые носит партизанское движение «Рельсовая война». «Рельсовая война». В «Рельсовую войну» я, ну, как сказать, 21 воинский эшелон от моих рук летели под откос. Улетели под откос. А я действовал. В Белоруссии есть город Гродно до Витебска. И мне было участвовать за 200 километров железной дороги, я как командир партизанского отряда. Не пускать ни на фронт, ни с фронта воинские немецкие эшелоны. И вот я хочу вспомнить одну такую деталь. Идет эшелон на фронт. Ну, мой товарищ заложил мину. Ну, вот, ждем. А наша, в первую очередь, цель была подорвать паровоз. А все остальные и прочее. Заложили мину, у нас прибор был. Как? Мы магнитофонную ленту накручивали. Идет паровоз, поезд идет. Он нажал на кнопку на первый паровоз, а взрыва нет. А я посмотрел вот так, он не снял с предохранителя. Я снимаю кнопку, красный флажок опустился, нажимаю на кнопку, а просто уже прошел 5-6 вагонов и попало под цистерну нашей мины, где 50-тонная бензина. И представьте, что это был атомный взрыв. Понимаете, было к осени. Лес загорелся, пламя было выше 100 метров. Загорелся лес. А в конце леса деревня. Жители стали спасать свою деревню, потому что, не знаю, в чем дело. И шел поезд, и вдруг такое дело. Поэтому я горжусь и тем, что сколько немцев я убил. Когда ушел партизана, на третий день я убил сразу трех. А будучи в школе, в седьмом классе, я учился, ну, кружок военный был. И я выбил с винтовки, а винтовка была со штыком выше меня, 98 очков из 100 возможных. Вот представьте, я первый в районе носил значок «Ворошеновский стрелок». Знаете, такое было, чтобы помнить? Я горжусь и тем, что я сейчас, я из Солнечногорского района, вот в прошлый месяц пропустил через допризывников, через полигон с райбас-автомата 130 человек. То есть мой опыт я передаю своим будущим защитникам Отечества. Я горжусь и тем, что до сих пор веселый, танцующий, улыбающий. Все делают то, чтобы продолжать военно-патриотическую работу на Солнечногорске. Какие награды вы имеете? Я награду, первую, имею награду в первый месяц за, ну как называется, за отвагу. За отвагу. Вторая, да, наградили орденом Красного Знамени. Орден Красного Знамени. Но орден Красного Знамени мне не дали, отдали партизану Отечественной войны первой степени. Она приравнивается к ордену Красного Знамени. Так что меня наград не так много, но большое количество почетных, юбилейных и всех остальных. А с какими чувствами вы шли на войну? С какими возвращались? Ваши чувства, эмоции? Я хочу погромче. С какими чувствами вы шли на фронт? Ваши эмоции? Я с чувствами ушел до того, что наше место было временно оккупировано. Или немец нас собрать, отправить в Германию на рабство или сжечь. Поэтому мы решили уйти в партизаны. В партизанах был мой отец, мой брат. Они погибли в партизанах. Так что я хочу сказать, что мы уйдем с чистым сердцем. С высоким чувством, выполненным долго перед Родиной. Нас будут вспоминать. Нас осталось в Солнечногорском районе, осталось три человека партизан. А я как старшей группы, это как секции партизаны возглавляю, горжусь, что мы сегодня, я уже третий раз посещаю Измайевский парк. И хочу всем пожелать чистого неба, свежего хлеба, родниковой воды и ни капли беды. Всего хорошего и будьте здоровы. А можно еще вот парочку вопросов? Пожалуйста. А что вы можете рассказать о власовцах? Не боюсь. Что вы можете рассказать о власовцах? Знаете, власовцы это такой народ предательный. Как во время войны, особенно в Белоруссии, украинцы были преданы Гитлеру и сжигал все населенные пункты в Белоруссии. И мне пришлось командира этого немецкого командира, командира дивизии, я взял в плен своим товарищам, который прекратил сжигать, уничтожать белорусские деревни, в том числе и расстреливать. Так что я горжусь то, что я до сих пор жил, здоров, но правда ранения имею два. Вот они имеют два красные, красненькие. А можете рассказать о ранениях? О ранениях можете рассказать, как вы их получили? Ранение было так. Вечером мы зашли в лес, расположились, вот разожгли косер и началась, ну, вечер уже, туман, темнота. А немцы нас заметили, из начеленного пункта начали по нам стрелять. И нас минами, минами засыпал. Три миномета поставлено, и по 10, по 15 мин на нас. А у нас костер разведен. А на костре картошка в ведре перевернута, ну, себе кушать готовили. Вот так. Эта мина улетела прямо в наш костер. Одна мина перелетела, вторая не долетела, третья прямо к нам. Я слышу, летит. Я крикнул, ложись. Я лег, а некоторые не успели лечь. Три человека сразу убило. А меня ранило. Так что, как сказать. И ранило как? В левую ногу вот здесь вот мякоть, а в правую вот здесь. А у нас была медсестра, она же и радистка, и медсестра. Осколок пробил мне валенок, осколок пробил мне ватные брюки, кальционы, и пол валенка нацикла кровь. Когда она разрезала валенок, сняла, посмотрела, а там торчит вот такой снаряд, это, осколок. Пробинтовала, то есть, ну, облила, там его там. А вытянуть-то осколок надо. Значит, она берет плоскогубцы, и эту осколок живого мяса с меня посадила одного партизана на ноги, второго на руки. Вырвала мясо с живого мяса, знаете, и вместе осколком. Она потом мне промыла и дала, я года два хранил осколок у себя, а потом потерял. Так что я горжусь, а вот, верка была, примерно, чуть меньше куриного яйца можно было заложить в эту рану. Я 10 дней не мог вставать. Понимаете? Ну, госпиталя в тылу партизанах не было. Лечила она нас. Ну, в конце концов, она по своей глупости погибла. Нас много было, 12 человек. Один товарищ кричит, помогите. А немец прекратил стрельбу, но ведет на нас наблюдение. Она вскочила, побежала, а он по ней как даст, и убил ее на смерть. Она у меня была и радистка, и медсестра, и мы ее, Аню, как говорится, уважали. Вот так. А что вы можете рассказать о Сталине? Что вы можете сказать о Сталине? О Сталине? Да. Сталин является генералиссимом Советского Союза, который руководил не только военными организациями, он руководил всей нашей страной. И благодаря Сталину, благодаря его мудрости, военной тактике, он носил свои предложения и, как говорят, соглашался с тем, что делали ему командующие. Я хочу сказать, одна из причин нашей победы, то, что победил наш советский народ, победила наша Красная Армия или Советская Армия, победила наша партия коммунистов, коммунистическая партия, а всем делом возглавлял Иосиф Васильевич Сталин. Его заслуга то, что он руководил не только сельским хозяйством, с воздуха до глубины души, он заслуживает своего уважения и надо ему поставить памятник, где делается Парк Победы. А вы на фронте верили в Бога? Я в Бога не знаю. До школы я не верил в Бога. Ну а когда я ушел, отец ушел, старший брат ушел, я уходил на третий день, мне мать, сельская местность у нее была, иконка в углу, и маленькая вот такой, ну, она говорит, Вечуся, меня Вечуся зовут, Виктор Иванович, береги себя и поцелуй. Я поцелал, и она мне дала в карман. Я целый год носил этот, как говорится, памятник. Не знаю, может помогать, но мне везет, Варенье, мне везло. Я три раза попадал под немецкую очередь напрямую. Вот мы стоим рядом, так как этот парень. Стоит немец, и я стою перед ними. Он наводит автомат на меня и затвор оттягивает назад. Сейчас будет очередь. Я бух, упал. И он дал очередь, и мне фуражка, кубанка. На кубанке красная полоска, маленькая зелочка. Слетела, пулями избил. И она упала вот так вот метра полтора. А я лег. То есть, ну, сколько пуля до головы не долетела. Да. Это одно положение. Другое положение, то, что мне везло. Мы попали на засаду. И нас немец пулемета начал обстреливать. Мы с леса пошли на поляны, последний, ну, пахотное поле. Трактор прошел, последний клуб. И он такая, канавка получилась. И нам начал стрелять. Я бух, камнем упал. А вещевой мешок-то у меня сзаду ранится. Я лег в эту ямку, и он начал стрелять по мне. Видите, осколочек. До сих пор осколок в ручки не берутся, не резать, он мне не мешает. Так он очередями мне разбил лямки, разбил мне вещевой мешок. И потом, когда меня товарищи посмотрели, меня на спине от трассирующих пуль ожог спины. Как будто кто-то меня горячим кнутом стягал по спине. Тоже остался жив. И ранение было. И все, товарищи гибнут, а я нет. В армии говорят, везение есть. Вот меня везет. А как вы оцениваете нашу боевую технику? Боевая техника во время войны сыграла большую роль. Особенно танк Т-34. После партизан я учился в 44-м конец, 45-й и 46-й. Три года учился танковым училищем. И училище кончал я, первое горьковское танковое училище, город Ефремов, Тульской области. И с тех пор, сколько уже, всего я прослужил в армии 30 лет. Четыре года, 36 лет, танкист. Я командир полка, полковник в звании, командир части. И ношу парадную форму, эмблема танкиста. Я горжусь тем, что наша техника, особенно танки, показали свои результаты. Особенно танк Т-34. А где и как вы встретили День Победы? День Победы я отмечаю каждый год. День Победы я член Совета ветеранов Солнечногорского района и возглавляю секцию партизанского движения. Вот в этом году пригласили, уже кончается, да, пригласили, встретили, заложили цветы памятнику, заложили букет цветов, вот. А потом мы сами же сами организовали за стол. 100 грамм надо же выпить фронтовых. Вот. Выпили 100 грамм, закусили. И, как говорят, с Богом продолжаем. День Победы, 9 января, 9 мая, надо отмечать, ну, как сказать, и с гордостью, и со слезами на глазах. Понимаете? Кто-то погиб, кто-то радуется, кто-то да. То есть День Победы надо отмечать в коллективе, выступать. Особенно нашей молодежи, она не знает ничего. Вот так. Так что я горжусь тем, что я провожу большую военно-патриотическую работу в Солнечногородском районе. Ладно, спасибо вам большое. Ну, всего хорошего. Очень интересный период. До свидания. До свидания. Продолжение следует...